Здравствуйте, мои золотые! Мы сегодня посмотрим расклад, гранд табло, прогноз отношений на год. Заодно посмотрим, как на него повлияет лунное затмение, ретроградный меккурий. Здесь все накладывается одно на одно. Может быть, кто-то вылезет из прошлых партнеров, которые вам совсем не нужны. И мы внимательно посидим и разберемся, что вас на данном этапе интересует. Смотрите. Все переживания, которые у вас уже были, они все позади. То есть соперничество, конфликты, эмоции, чувства. Может быть, чувство потери, оно все закончилось. Победила мудрость, победили знания, опыт какой-то определенной отношений. Здесь нет развития отношений, нет движения отношений. То есть, знаете, как будто все ушло в небытие. То есть то, о чем вы думаете, вы видите, что партнер не борется, не проявляется, ничего не делает. Что вас интересует? Ну, интересует, наверное, о том, какое решение он примет. Так долго общались на короткой ноге, 24 на 7. И вам хотелось бы, конечно, его решение с его стороны. То есть он должен определиться, вы его роковая женщина или не роковая женщина. По судьбе вы ему или не по судьбе. То есть сейчас вы хотите кардинальных изменений в отношении. То есть вам надоело все, что было до. Итак, смотрим, что тут еще вас интересует. Ну, финансы вас интересуют. Большие деньги, финансы, эмоции, чувства, восстановление какого-то, может быть, статуса. Так, что вас тут еще интересует? Смотрите. Партнер, несмотря ни на что, вылезет на связь первый, потому что у него очень большая привязанность в вашу сторону. И партнер хитрый, мудрый, он вылезет с какой-то интригой, не просто так. Здесь, на данном этапе, у вас идет соперничество какое-то определенное, да, для того, чтобы партнер решился на брак и семью. То есть вы уже не хотите просто переписываться. Вам нужны какие-то кардинальные изменения. И вы сейчас отрезаете все, все, что связано, может быть, с какими-то непонятными детьми, с чем-то новым, несерьезным. Вы стараетесь, чтобы человек повзрослел, поумнел и принял какое-то решение. Его решение. Его решение, смотрите, в самом конце какое глобальное. Он примет решение в сторону того, что растет желание быть счастливым и растет любовь. То есть он примет это решение. И он находится в доме решения, которое связано с такими сложными переживаниями по поводу ваших отношений. Эти переживания, они, знаете, основаны на том, что растет желание и переживание по поводу собственного здоровья. Растет это желание, растут переживания. И, знаете, как он считает, что это принесет ему каких-то рост финансов. То есть если вы, например, будете вместе, будете заниматься вместе каким-то общим делом, не знаю, там откройте какой-нибудь там медицинский центр, да, это принесет ему сумасшедший доход. Вот. И эти деньги, вот в вашей жизни, они здесь будут процветать. То есть смотрите, в ваши деньги, в доме процветания идет, и в доме ваших денег идет сумасшедший рост. То есть вы сейчас на периоде находитесь того, что к вам идут финансы, идет рост, идет возможность. Вы сама в доме обновления, похудения, омоложения, преображения находитесь. То есть вы такой, как маленький, наивный, чистый ребенок, да, вы как бы возвращаетесь к молодости, к красоте. И как окончание вот этого детства, да, то есть наивности. То есть вы сейчас прозрели и понимаете, что я буду кормить, например, энергетикой этого мужчину, если он для меня ничего не делает. То есть как бы к вам пришло прозрение. Вам, конечно, скучно, вы переживаете, у вас есть сомнения, что человек не двигается, что он ничего не делает в вашу сторону. Но несмотря на это, вы понимаете, что вы в жизни будете совершенно другом. Сейчас у вас нету никаких поездок, ни коротких, ни длительных, да, то есть вы как бы на приколе каком-то стоите. Вот может быть у вас там сложности, трудности, или вы находитесь в такой депрессивной трансформации, когда вам ничего не хочется. И здесь вы за ним не скучаете, да. Что вы тут скучаете? Наверное, вы делаете все, что связано с вашим домом. Там моете окна, преображаете, может быть, какой-то ремонт делает у вас какое-то движение. Вы единственное, может быть, скучаете за тем, что были стабильные отношения на протяжении нескольких лет, и сейчас они как бы у вас заглохли, я бы сказала так, на корню. Ваш дом, ваш дом, очень вы привязаны к дому, очень любите свой дом, холите, лелеете, вычищаете, ухаживаете за своим домом, да. Ваши вот стабильные отношения, они были по переписке, очень долго вы переписывались, общались, коммуницировались. Сейчас вы отсекаете переписку напрочь, и будете ждать его только с кардинальным решением, с кольцом, да, и знакомством родителя. То есть вас уже не интересуют просто виртуальные какие-то отношения или общения. Вы отсекаете все страхи, сомнения, переживания по поводу своего собственного просветания, своей молодости, как вы выглядите, что вы выглядите, потому что вы выглядите шикарно. Вы, во-первых, о себе высокого мнения. У вас, как все, знаете, сама оценка 2xl, само мнение 2xl, как бы, да, сама вы превращаетесь в xxs, то есть вы как бы уменьшаетесь, самооценка растет. То есть чем меньше становитесь, чем худее, старее, молодее, тем больше растет самооценка. Нравитесь мужчинам, благоухаете и принимаете какие-либо комплименты. У вас в перспективе, смотрите, большие мечты, иллюзии на будущее, но есть препятствия определенные, да. И здесь еще, смотрите, здесь в доме препятствий есть большие препятствия. Они связаны у вас с потерей. Потеря для вас, на самом деле, в его лице, она не такая большая, как кажется. Вот, и я бы сказала, здесь какая-то большая удача к вам приходит именно с тем, что вы его посадили в игнор, оттолкнули и дали ему допройти трансформацию. У вас есть сомнения по поводу вашей судьбы, то есть как это все сложится, то есть вы сама вся в сомнениях, но вы настроены на то, что главное, что все в вашем теле прекрасно, да, и душа, и тело, и вы сама внешне. И несмотря на свои страхи по поводу будущего, вы все отсекаете и пускаете на самотек, пуская вас выведет судьба. То есть в этом плане вы как бы так рассуждаете. Мужчина думает о том, что вы ждете предложения о браке. Вы могли ему, кстати, сообщение прислать, что вы выйдете в этом году, например, замуж. Но он считает, что вы такая хитрулька, и что вы не можете никому привязаться, вы тут должны быть вместе. И еще он очень сильно к вам привязан, и он будет думать, какую хитрость придумать, чтобы вас вернуть, потому что у него по решению, он здесь хочет любви, счастья, эмоций, стабильности и роста. То есть у него чувства растут, связанные с потерей, да, мужчины цель никогда теряют. Вот, и он будет как бы направляться в сторону того, что у него растет желание быть счастливым, желание быть с вами, и он к этому придет. В доме вашей работы. Удача, успех, финансы, да. Это будет связано с стабильным ростом, с карьерным ростом. То есть вам высшие силы взамен дают. Смотрите, как бы вы правильно выполнили кармическую задачу, и получаете взамен то, что вы хотели. У вас будет стабильный рост на протяжении, ну, минимум одного года. Здесь, может быть, нужно будет проявлять какую-то хитрость, изобретательность в плане этого мужчину, чтобы мужчина принял решение, да. То есть вы как бы, отходя от мужчины, получаете плюшки от высших сил. Не надо никогда бояться бросить мужчину, что его подберет кто-то, потому что если мужчина ваш, то его высшие силы вам вернут в любом случае. Так, смотрите, здесь беспокойство у вас закончится, переживание закончится, тоска закончится, есть какие-то сомнения такие небольшие, но вы не хотите быть, вы хотите узнать тайну рождения каких-то детей, или, может быть, какие-то знания новые полученные, да, вам необходимо. Смотрите, в доме соперничества у вас есть определенные тайны. То есть если соперник, соперница, я бы сказала, здесь соперницы нет у вас, да. Здесь, может быть, известие связано с тем, что он себе кого-то заведет, или вы где-то, может быть, что-то услышите, увидите. Но это все как бы в тайне, да, то есть это все, опять же, по переписке, человек не будет никуда двигаться, и может, знаете, вам воздернуть за ревность, посмотреть, как вы к нему какие-то эмоции испытываете. В доме социума и развлечений у вас идут деньги, да. Вы, во-первых, любите людей, люди любят вас, и к вам пойдут и покупатели, и клиенты, и вообще деньги пойдут, да. Как бы у вас начинается расцвет, прямо начиная с 8 апреля. То есть до этого, может быть, стоял какой-то ступор, и вы рассчитывали на какие-то большие деньги, у вас были большие препятствия, но, несмотря на это, вы понимаете, что вы хотите. В доме выбора вы идете к своей мечте, четко понимая, что вы хотите. То есть вы выбрали деньги, идете к деньгам, а мужчина приложится как бы уже паровозом у вас, да. Здесь радость в доме, приятные какие-то события, потому что пойдут к вам работа, деньги, стабильность, и ваши большие мечты на будущее, они в любом случае у вас сбудутся, если вы сделали правильный выбор. Есть, конечно, препятствие, что вы не очень умеете развлекаться, да, но, несмотря на это, вы умеете красиво работать, хорошо работать и любите работать. Есть такие люди, которые как трудоволики получают от этого удовольствие. Так, смотрите, в доме брака у вас в этом году, ну, может, даже не в этом году, мы на год смотрим, то есть до следующего апреля у вас идет брак с семья, то есть заключение официального брака с этим партнером. Здесь вы получите какую-то тайную информацию, может быть, через сны, может быть, кто-то вам что-то нашушукает, что-то расскажет, да. Здесь, может быть, рядом с вами фальшивые друзья, то есть обратите внимание, люди, которые будут вам подкатывать, якобы они друзья, могут обмануть, обхитрить, обмешурить, да, то есть, может быть, ситуация связана с какой-то мошеннической ситуацией. Сейчас люди очень активизировались в плане мошенников, причем с разных республик бывшего СССР мне уже скидывают информацию, как мошенничество распространяется, как спрут по всему бывшему Советскому Союзу, да. То есть, поэтому доверять здесь практически никому нельзя. Здесь очень сильная ваша зависимость от молодости, красоты, привлекательности, да, то есть вы для себя, может быть, изобрели какой-то инструмент похудения, омоложения, преображения. Вы радуетесь своим каким-то вещам, все время проверяете, перепроверяете, да, убираете лишние продукты питания, занимаетесь там дыхательной гимнастикой, там, может быть, кто-то йогой кундалини занимается, то есть вот в этом направлении. Что тут в вашей судьбе? Ничего не бояться, ни на чем не зацикливаться, идти вперед, видеть цель, не видеть препятствия, и ваш партнер придет к тому, что он посчитает, что вы, ему необходимо. Что вам не избежать? Взаимной, счастливой любви с партнером. Это принесет огромное счастье, да, то есть судьба ваша в доме счастья. И счастье вам принесет как успех в работе, вы такая будете вишенка на торте, знаете, как в один прекрасный момент вы можете проснуться просто знаменитый там, или просто там, не знаю, попасть в список Форбс, то есть вы будете вообще супер-пупер, изобретете что-то новое, там кто-то Нобелевскую премию получит, да, если у нас еще это такое существует, кто-то книгу напишет и прославится, вот, то есть вы будете вот реально вишенка на торте, и вас заметят в социуме, вас будут любить, вас будут, к вам будут прислушиваться, да, вы будете получать признание, призвание, то есть в этом направлении. В доме денег у вас будет стабильный рост, да, как бы финансовый рост, и опять же, благодаря социуму, который вас любит, которому вы, может быть, там, не знаю, помогаете, решаете, или вы там вообще какие-то чьи-то проблемы решаете и в чем-то направляете людей, да. Мужчина здесь будет более решительный, принято решение, несмотря на свои переживания, а может даже не несмотря на переживания, а именно благодаря переживаниям, которые у него будут расти, и будет страх постоянной потери, что вы не появляетесь ни через неделю, ни через месяц, там, ни через два, ему нужно будет принимать такое кардинальное решение. Решение вообще вот этой жизненной ситуации зависит от вас, а не от него, потому что вы, как бы, здесь выше по статусу, по рангу, по положению над ним. Мужчина, может быть, не настолько уверенный, как он вам казался в социальных сетях. Сейчас вот этот обрыв переписки, который у вас произошел уже на протяжении месяца, то есть месяц назад вы оборвали эти отношения полностью, да, а ему хочется восстановить, и он здесь будет выходить на связь первый, то есть в любом случае он вам напишет или позвонит, и он настолько, знаете, верный, надежный, как собака и стабильный к дому, что он такой однолюбый, если он выберет одну жертву, да, то есть он будет все время около нее находиться. Здесь он очень сильно скучает за стабильными вашими отношениями, которые вообще никак не развиваются, и у него происходит, знаете, как поздное взросление, поздное взросление, то есть он понимает, что вы здесь такая девочка-девочка, девочка-дюймовочка, что вы может там, даже если вы старше, вы сейчас можете выглядеть намного младше его, и что надо вас холить, лить, пока вас кто-то не украл вообще кардинально. Ваша переписка, она была такая, ну, судьбоносная, ключевая для него, анализирует, читает, много смотрит, сам себя ругает. Вы для него стабильная, фиксированная женщина, не собирается вас разменивать ни на кого, и ему нужно сделать простой выбор. Вы свой простой выбор сделали, да, поэтому получаете плюшки от высших сил, а его задача сделать этот простой выбор, преодолеть большие препятствия, которые у него есть. У вас, кстати, еще могут быть препятствия, связанные с мужчинами, сильными мира всего. То есть вы сама себе выбираете мужчин, да, и сама ими как бы манипулируете. Если какой-то сильный мужчина выбрал вас, то вы не очень-то хотите идти даже на отношения, даже если он звездный мужчина или медийный мужчина, да, даже у него много будет денег, но вы как бы его в ногах вот оставляете, такого мужчину. Вам хочется заполучить то, как охотницы, что выбрали конкретно вы, то есть в этом задача. Поэтому здесь в вашей ситуации, несмотря на сомнения и переживания, у вас очень хорошие перспективы, и партнер будет бороться за эти отношения, да. То есть он будет выходить из детских энергий, будет переходить во взрослые энергии и будет принимать вот это вот необходимое решение. Поэтому кому необходим полный разбор ситуаций или отношений, вы можете записаться ко мне на консультацию. Продолжение следует...